Всем хай, вы на канале NoCube и добро пожаловать в моё новое видео по модам на Майнкрафт. Сегодня мы с вами посмотрим совсем небольшой, но очень крутой мод под названием Extended Caves, который разнообразит ваши пещеры, добавив сюда новую растительность, новые генерации, новые виды пещер, каменных пород и так далее. Я надеюсь, что сегодняшний мод вам понравится, потому что с ним игра реально преобразится. Перед просмотром не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, также обязательно пишите своё мнение в комментариях. Вы знаете, как сильно для меня важна ваша поддержка и как сильно она меня стимулирует снимать новые видосики по модам на Майнкрафт. Для вас, но мы не теряем ни секунды, переходим к нашему обзору Extended Caves. Погнали! И давайте начнём мы с вами изучение пещерного контента с того, какие у нас с вами здесь появились новые растения, которые теперь будут генерироваться просто-напросто в пещерах из обычного Майнкрафта. И первое растение, которое вы, скорее всего, встретите в пещерах, это свисающие корни, которые у нас с вами появляются на потолках практически любых пещер. Далее у нас с вами, помимо этих корней, существуют ещё два вида мха, которые один из них растёт на полу, а второй, соответственно, на потолке. При разрушении ни корни не мог, ничего с себя не будут дропать. Также у нас с вами здесь появились вот такие новые лианы, которые работают приблизительно как лианы с Незера, только не будут замедлять ваше падение. При ломании этих самых лиан мы с вами будем получать новый материал под названием Растительное Волокно, который у нас с вами используется для крафта бандажек по вот такому рецепту. Бандажки, если кто не шарит, это у нас с вами самые настоящие бинты, которые могут восстанавливать ваше здоровье. В данном случае бинты будут восстанавливать два сердечка ровно за каждый использованный бинт. Давайте мы сейчас с вами его используем. Смотрите, у меня восстановилось два сердечка и мой бинт ушёл в кулдаун, после чего мы с вами сможем его использовать повторно и ещё лечиться. Помимо обычного мха у нас с вами здесь встречаются ещё три разновидности мха. Это сухой мох, который у нас с вами будет дропать плентфайбер, то есть растительное волокно, то же самое, что и дропается у нас с вами с лиан. Далее это будет огненный мох, который будет наносить урон при касании, то есть это что-то вроде таких колючек новых появилось. Плюс ко всему он ещё и излучает свет вокруг себя, я думаю, что это здесь явно заметно. И ледяной мох, который у нас с вами будет нас очень сильно замедлять и не давать прыгать выше, чем на половинку блока. Вот такой вот необычный мох, тоже при ломании ничего не будет дропать. Следующее нововведение, которое у нас появилось с этим модом, это новые грибы. Всего у нас с вами их здесь шесть новых видов. Все они у нас с вами встречаются в пещерах, все достаточно прикольные, некоторые из них даже излучают лёгкий свет. И для чего же у нас с вами нужны грибы? Ровно для того же, для чего и нужны они в обычном Майнкрафте, то есть для готовки. Давайте посмотрим, что из них можно приготовить. Из первого гриба под названием сладкогриб можно будет приготовить жареный сладкогриб, пожарив его либо на костре, либо в печке, либо в коптильщике. Следующие два грибочка это златогриб и блескогриб, то есть голдшрум и шайнишрум соответственно. Они оба будут использоваться в крафте одной и той же еды. Это у нас липкий супчик. Он создаётся из золотого гриба, вот такого светящегося гриба и одной миски. Когда мы с вами будем съедать вот этот самый липкий супчик, у нас с вами будет накладываться эффект скорости копания второго уровня на 3 минуты. Следующие два гриба у нас это светогриб и также флюрогриб, которые у нас с вами имеют соответствующий фиолетовый и зелёный цвета. Из них у нас с вами будет создаваться флуоресцентный супчик, который имеет вот такой вот рецепт. После поедания флуоресцентного супчика мы с вами будем получать эффект ночного зрения ровно на 5 минут. И соответственно в пещерах всё будет намного лучше видно. И последний из этих грибов это у нас рокшрум или же камнегриб. Из него будет создаваться каменный супчик, как бы это странно ни было. Создается он по вот такому крафту из обыкновенной тарелки, камня гриба и далее каменной гальки, которые я вам побольше покажу как получать. При поедании этого супчика мы будем получать эффект сопротивления ровно на 3 минуты. Теперь поговорим обо всём, что у нас с вами связано с новыми породами камня, которые у нас с вами появляются в пещерах. И давайте начнём с самых первых. Это у нас с вами два вида земляного камня. Рукой они будут копаться достаточно таки быстро, если можно заметить, и даже будут выпадать в виде предмета. Тот, что копался чуть быстрее, это обыкновенный земляной камень, а тот, что копался чуть дольше, это уже булыжниковый земляной камень. Также у нас с вами появится вот такой вот более тёмный вариант земляного камня. Это у нас марлстоун, который при разламывании будет дропать не самого себя, не марлстоун, а марлстоуновый порошок. Это вот такие вот специальные блоки, которые работают примерно как блоки песка. Они у нас с вами подвержены гравитации. Если мы с вами соединим 8 таких блоков с ведром воды, то мы с вами получим 8 блоков глины. Далее ещё появились две чуть более твёрдые породы. Это у нас вот такой вот седимент стоун. И также более тёмный камень, который самый крепкий из всех ранее показанных. Это у нас с вами лавастоун, или же лавовый камень. Из него, кстати говоря, можно будет создавать декоративные вариации, как в окне крафта, так и на нашей с вами камнерезке. Но фактически из всех этих видов каменной породы у нас с вами только лавастоун имеет применение для декоративного крафта. А также вот этот вот с вами марлстоуновый порошок имеет применение для крафта глины. И давайте мы с вами перейдём дальше. Это у нас сталактиты, которые будут появляться в пещерах. Но у нас здесь с вами существует их 4 вида. Это обыкновенные каменные, из седиментового камня, из лавового камня, а также сосульки из плотного льда. Кстати говоря, плотный лед теперь тоже будет появляться как очередная каменная порода под землей. Это в принципе добавляет разнообразия пещерам. Все эти сталактиты у нас с вами будут появляться на камнях соответствующего типа. То есть, к примеру, каменные сталактиты могут появляться только на камне. Или вот такие вот седиментовые каменные сталактиты могут появляться только на блоках седиментового камня. Я думаю, что принцип вы уловили. Далее поговорим про вот такие новые небольшие камушки, которые будут появляться у нас с вами в пещерах на соответствующих блоках камня, то есть к примеру вот такие мелкие камушки у нас будут появляться на блоках обыкновенного камня с Майнкрафта, беленькие на блоках седиментового камня и так далее, то есть работает это точно так же как со сталокситами, давайте посмотрим что за камни у нас с вами здесь есть. Самое первое это у нас каменная галька, тот самый предмет, который у нас с вами использовался для крафта каменного супчика, также из них можно будет создавать блоки цельного камня. Далее галька из седиментового камня, из которого можно будет создавать только блоки седиментового камня, лавастоунная галька, из которого можно создавать блоки лавастоуна, андезитовая галька, из которой блоки андезита, диоритовые, соответственно, блоки диорита и из гранитные блоки гранита. Я думаю тут в принципе все логично, а вот такие вот специальные камешки у нас с вами это не что иное, как блоки кремня, которые можно будет также в выживании просто-напросто рукой вот так собирать и вам будет выпадать одна единица кремня. И в отличие от всех ранее показанных пород камней, кремень у нас с вами может появляться на абсолютно любых блоках. Также с этим модом у нас с вами будут появляться новые подземные структурки, которые выглядят вот таким образом. Это специальные комнаты, внутри которых у нас с вами стоит спавнер, а также несколько горшочков с лутом. Из спавнера, как несложно догадаться, будут появляться монстры, причем не простые, а с какими-то определенными оружиями. К примеру, здесь у меня появляются зомби с каменными мечами. Кстати, заметьте, под блоком спавнера у нас с вами находится блок обсидиана, поэтому если кому-то нужен, обязательно добывайте. Но есть одна очень важная особенность, некоторые из таких сокровищниц у нас с вами будут иметь уникальный вид. И здесь у нас с вами будут появляться мобы с ванильного Майнкрафта, которые будут иметь определенный тип вооружения, а также определенную экипировку. К примеру, здесь у меня вот такие специальные скелеты, у которых в руках гигантская вилка. Или же что-то очень похоже на её, я не совсем понимаю, что это такое. Так или иначе, при убийстве этих скелетов мы с вами можем с некоторым шансом выформить не только стандартный с них лут, то есть стрелы и кости, но и вот это самое их оружие. При получении этих оружий у нас с вами будет даваться за это достижение. Всех их по отдельности показывать я не вижу смысла, потому что они все в принципе одинаковые, просто они слегка по-разному одеты и у них разное оружие. Среди этого оружия у нас с вами бывает мясницкий тесак, далее вот такой вот специальный ножик, вилочка, ложечка, далее кинжал, ржавый меч, ржавая кирка и далее деревянная трость. Самое сильное оружие из этого мода это тесак мясника, поэтому если он вам попадется, считайте, что вам очень повезло. И все эти сокровищницы у нас с вами появляться будут приблизительно на самых нижних слоях мира, то есть ближе всего к бедроку, а также к слоям лавы. Также помимо сокровищницы спавнерами у нас с вами могут появляться вот такие небольшие подземные домики, в которых у нас с вами будут встречаться те же самые горшочки с лутом, которые появляются и в сокровищницах. И как не сложно догадаться, при разбивании этих самых горшочков мы будем получать различные цены лут. Давайте мы с вами разобьем все эти виды горшочков, начнем с самых маленьких. Давайте разбиваем, мне выпали перья, перья паутина, порох, кожа и еще перья, то есть вот такой приблизительно средненький слабенький лут вам будет с них выпадать. Теперь перейдем к средним. При разбивании средних нам, смотрите, выпадают яблоки, морковки, картошечки и еще морковки, то есть средние горшочки у нас с вами будут давать различную еду. И давайте перейдем к самым вот таким вот тонким высоким горшочкам. Мне выпали кости, палочки, кости, палочки, кости и опять кости. Приблизительно вот такой вот лут вы с них будете получать. Как вы видите, никакого топового лута типа алмазных блоков с них не падает, горшочки вполне-таки честные по своему балансу и очень хорошо вписываются в Майнкрафт. Ну и на этом в принципе наш сегодняшний пещерный мод себя исчерпывает. Я надеюсь, что он вам понравился, он сам по себе достаточно-таки простенький и очень интересно реализован. Всем огромнейшее спасибо, что смотрели это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, также обязательно пишите свое мнение в комментариях. Вы знаете, как для меня это важно, ребята, и как сильно я ценю вашу поддержку, потому что именно она стимулирует меня снимать новые видосики по модам на Майнкрафт. Ну а на этом у меня все, всем удачи, желаю вам приятной игры с этим или же другими модами, которые вы могли увидеть у меня на канале, а также просто найти в интернете. И увидимся мы с вами в следующем видео, всем пока! Пока!